Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. Сегодня мы обсудим с вами одну важную тему, которая посвящена проблеме философии воображения, а также рассмотрим практические применения, в общем-то, этой философии воображения в деле. Это, собственно, лекция, которая посвящена в том числе и моей кандидатской диссертации. В общем-то, они тесно связаны. Это уже мои размышления о воображении после защиты. Давайте рассмотрим. Весь текст будет делиться на 8 тезисов. Все 8 тезисов, собственно, имеют значение большое. Начнем с того, что... Тезис первый. Мы не знаем, что такое воображение. Слово воображение является условным обозначением процесса или группы процессов, отвечающих за ту или иную работу с образами. Да. Получается, что в воображении очень много граней. Настолько много, что его определение становится крайне трудным. Начнем с краткого исторического обзора. До Давида Юма воображение понималось как создание в душе пространственных бестелесных образов. Впрочем, уже Аристотель видел воображение посредника между чувственным и умопостигаемым, зримым и незримым. Но это было представлено у него довольно-таки слабо. В том плане, что вот этот вот аспект уже позднее будет представлен Кантом. Лучше. Значительно лучше. Платон и Аврелий Августин рассматривают воображение в связи с волей. Оно формирует желание. Давид Юм, в общем-то, углубил проблематику, связанную с воображением, указав на его роль как основа единства сознания. И это очень важный аспект. Давид Юм, в принципе, один из первых философов, который поставил, ну, который дал воображению вот ту самую роль, которую она имеет сейчас. До Давида Юма воображение, в принципе, принижалось большинством философов, особенно христианских. Благодаря этому воображение становится одним из центральных терминов теории познания, что подготовило определенную почву, на которую в первом издании «Критики чистого разума» опирался Эммануил Кант. Ну, я думаю, всем известно, что Эммануил Кант апеллировал к текстам Давида Юма, и неудивительно, что в первом издании «Критики чистого разума» воображение занимало центральную позицию во всем учении Канта. Сам Кант начинал, собственно, определение вот таким образом. Способность воображения – это свойство вступать в отношение ко всему, что мы воображаем. Или же писал, что воображение – это способность созерцания даже без присутствия предмета. Последнее определение способности созерцания даже без присутствия предмета использовал Хайдегер. Не менее важную роль в интерпретации кантовского подхода, собственно, ну, самую важную роль, особую роль, сыграл Мартин Хайдегер. Он первым начал рассматривать воображение как не только гносиологическую, но и онтологическую способность. Вот как раз вот это вот рассматривать воображение как онтологическую способность – это его ключевое отличие от Канта. Ну, то есть Кант вообще не особо касался онтологической проблематики. Его основная проблематика – это теория познания, критики чистого разума, по крайней мере. Критика чистого разума, ведь правильно, это разум, разум – это гносиологический термин. А бытие – бытие он не разбирает в своих книгах. А вот Хайдегер уже разбирает бытие и разбирает кантовскую концепцию вот в этом вот контексте, в контексте бытия. Воображение, понимаемое им как способность созерцать без присутствия предмета, является корнем двух других способностей – чувственности и рассудка. Что в данном случае подразумевается под корнем? То есть получается, что и чувственности и рассудок то ли произрастают из воображения, то ли связываются им. Но тут есть разные трактовочные, в общем-то, вариации. То есть у Канта скорее мы встречаем в критике чистого разума, что воображение – это скорее связка, связка чувственности и рассудка. А вот Хайдегер Хайдегер более радикально подошел к решению проблемы, и для него это действительно уже не связка. Это реально полноценный корень, из которого произрастает воображение. Не менее значимым для философии воображения был французский мыслитель Гастон Башляр, который писал, «Воображение – это способность творить образы, выходящие за пределы реальности, но воспевающие реальность». Он подчеркивал, что оно находится сверх восприятия и мышления. Ну то есть, опять же, отсылка в данном случае к Канту и Хайдегеру. Скорее всего, может быть, не прямая, может быть, он это читал, но вот эта концепция все равно очень похожа. Что сверх восприятие и сверх мышление. Реальность создана для того, чтобы фиксировать наши грезы. Вот так читал Гастон Башляр. По этой причине Гастон Башляр нигде не давал, кстати, академического определения воображения. Его метод не претендовал на рационализацию воображения, и это тоже очень важно. С его точки зрения, воображение следует изучать средствами самого воображения, что, помимо всего прочего, подчеркивает спонтанный характер Онова. Во всей независимости, автономности и основательности. Гастон Башляр написал известную пентологию, в которой разделил типы воображения на четыре вида. И они связаны с четырьмя стихиями. Огонь, вода, земля и воздух. Если мы будем рассматривать воображение огня, то оно связано с такими понятиями, как страсть, абсолютное очищение, возрождение из пепла и передача своего внутреннего огня от одного человека к другому. Как будто бы факел касается одного факела, и они загораются. Один загорается, один уже горел, а другой загорелся от этого факела. И так вот до бесконечности передается воображение огня, так скажем. Воображение воды говорит о тяжести, меланхоличности, глубине, тяге к страданиям и смерти. Воображение воздуха подчеркивает легкость, стремительность, устремленность к небу, полетам и так далее. Воображение земли говорит о тяге к труду, обработке материалов, о доме, о многих других явлениях. В общем-то, с помощью четырех видов стихийного воображения, Гастон Башляр описывал огромный спектр аспектов, важных для человека. То есть, все, что человек воображает, по Гастону Башляру может быть разделено на четыре подгруппы. Огонь, вода, земля и воздух. Вот как бы вот так. И все, что входит в сферу нашего воображения, а по Гастону Башляру вся реальность, которую мы воспринимаем, она входит в эту сферу. А все это делится на четыре вот таких вот подгруппы. В общем-то, такая интересная система у Гастона Башляра. Она действительно заслуживает внимания и упоминания. С другой стороны, существует аналитическая философия, которая стремится ограничить возможности воображения. Ну, то есть, аналитические философы действительно как бы продолжают древние традиции в данной сфере. А для них воображение нужно ограничивать реальностью. Для них есть определенная реальность, которая никак не связана с воображением. Эта реальность изучается и чаще всего изучается наукой. И чтобы воображение не становилось произволом, мифотворчеством, чтобы сказки не придумывали люди. Вот тогда надо воображение ограничивать. И все воображение, которое выходит за пределы реальности, оно не признается. Оно является отрицательным, негативным. Ну, то есть, тем воображением, которое аналитики чаще всего поддерживают, которого они уважают, это воображение репродуктивное. То есть, мы должны, да, репродуцировать опыт, например. Да, в голове у нас происходят эксперименты какие-нибудь, допустим, мыслительные, которые связаны с реальным опытом. И в таком случае аналитический философ, да, скажет, да, потрясающе, это прекрасно, это хорошо, это было настоящее проявление воображения. А вот продуктивное воображение, когда мы придумываем опыт, это уже не то. Значительную роль в философии воображения сыграло большое количество мыслителей. Здесь мы можем отметить такого мыслителя, как Библера. Библер утверждал, что воображение и есть мышление. То есть, вот этот тезис действительно обосновывается и в книге «Мышление как творчество». И это очень-очень интересно в данном случае. По крайней мере, потому что приравнять мышление и воображение после Канта уже, когда он их разделил, после многих других философов, это очень интересно. Если такая концепция имеет право на жизнь, то она нас еще больше запутывает, как бы, вот в сфере воображения. А Библев утверждал, что воображение, как продуктивная способность, это процесс конструирования идеальной действительности, размыкание зоны здесь и теперь, уход из нее и в квазипредметный мир. В общем-то, мы вообще сталкиваемся с атрибутами воображения, с действиями, которые оно выполняет. Они везде разные, как вы можете заметить. Библев говорил, что вот главным действием, которое выполняет воображение, это конструирование. Ну, собственно, по-моему, никто не отрицает вот эту функцию воображения, оно в том числе точно конструирует. Другой вопрос, может ли воображение мыслить и там имеется ли созерцание, как говорил Хайдеггер и Канта, говорили. Либо это творчество, либо мы творим образы, как говорил Гастон Башляр. Вот эти вот действия, которые совершаются над воображением, они показывают его абсолютно различный характер воображения. Оно может делать удивительно разные вещи. И действительно ли оно их делает, оно ли мыслит, оно ли созерцает, ну, оно ли является, вот, его ли функцией является созерцание, в данном случае, образов. Либо что-то еще, либо это творчество образов, либо мы их создаем. Одно дело созерцать, другое активно их создавать. Третье дело уже мыслить, и четвертое дело конструировать. Ведь конструирование это не подлинное созидание. У нас для конструирования есть уже заранее заданные элементы. Абсолютно разные вещи. Ну и что можно сказать, что воображение это способность творить, созерцать, переживать, мыслить, конструировать и деконструировать образы, которые делают присутствие предмета необязательным и являющийся источником чувственности и рассудка? Это очень интересное большое определение, но, скорее всего, оно означает, что воображение не является конкретно ничем. То есть мы не имеем никакого понятия о том, какую функцию выполняет воображение. Все определения философские в этой сфере абсолютно разнятся. Впрочем, нам может показаться понятным, что... Ну, допустим, мы не знаем функцию, но мы знаем, над чем воображение работает. Мы же знаем, что такое образ. Нет, тезис второй. Мы не знаем, что такое образ. И это еще одна большая проблема. Ранее мы убедились в том, что во всем многообразии возможных функций воображение всегда работает над образом. Но что это такое? В философии понятие образа, оно вот такое. Оно означает репрезентацию, отражение, представление. По-моему, ни одно из этих слов, репрезентация, отражение и представление, ни о чем нам не говорят. То есть это пустые слова в данном контексте. Я не понимаю, что они означают. Отражение? Что за отражение? Какого рода отражение? Что оно конкретно отражает? Что оно именно представление? Какое представление? Что оно представляет? Или репрезентация. Что оно репрезентует? Непонятно. А образ психологии – это формируемый в сознании человека мысленный, ментальный образ, воспринимаемого им в окружающей среде объекта. Тоже непонятно, и почему именно воспринимаемого им в окружающей среде объекта, это вот самая слабая часть определения, она вообще не имеет никакого отношения к реальному воображению. Формируемый в сознании человека, почему мысленный, ментальный в скобках, опять тоже не прояснено, мысленный, ментальный в каком смысле. Вообще непонятно, что образ делает, как он существует и что является его существенными элементами. То есть оба определения образа в данном случае просто нам не дают понять, что это такое. Если бы мы не знали, что такое образ, прочитали бы эти определения и вот так вот почесали бы голову и сказали, нет, я не знаю, что это такое. И правильно бы сделали. К чему это я? К тому, что мы не имеем понятия о том, что такое образ на самом деле. Скорее всего, это некая совокупность непонятных явлений. Давайте попробуем представить перед собой любой предмет. Например, я вижу X. Так, давайте, какой предмет сейчас найдем? У меня нож, мой любимый нож есть с собой всегда. Ножик, да. Вот представьте себе вот этот нож. Убираем предмет, теперь пытаемся представить его. Получилась ли у нас полноценная картинка вот того предмета, который вы только что видели? Ну, вы можете сказать, что да, но на самом-то деле нет. Вы представили что-то другое. Вы видели вот этот ножик только с одной стороны. Вот, вот с этой стороны. Причем вот так вот его видели. Вы не знали, что у меня за пальцем, например. Вы не знали, какой он с другой стороны, с вот этой стороны и везде. Вы вообще ничего не знаете вот про этот ножик. Вы просто достроили, деконструировали вот картинку с вот того, что я вот вам показал. Более того, вы ее конструировали не так, как вот она выглядит вот сейчас. Вот здесь вот это вот. Вы не видите вот этого в голове. Вы видите какой-то призрак, так скажем. Невидимый, нецветной, странный. Ну, скорее всего. Я, по крайней мере, так скажу по своему опыту. Он неосязаемый, не пахнущий, пока вы не сделаете определенные мыслители операции. И визуальная его составляющая тоже довольно сомнительна. Как ни странно. Многие относятся к образам, как к некой очевидной реальности. Будда, они создают эти образы. А эти образы являются полноценным отражением того, что мы ощущаем. На самом деле это не так. Это видно по эксперименту, который мы провели. Верните предмет в свое поле зрения и сравните его с воображаемым. Разница определенно есть. Но в чем она заключается? В том, что образ это некий фантом. Мы вроде бы видим его, но и не видим. Мы слышим образ, но мы его как бы напрямую не слышим. И мы это осознаем. Мы прекрасно осознаем, что мы не слышим музыку, например, которую мы проигрываем в своей голове именно. Когда мы напеваем музыку в своей голове, мы вроде бы что-то и слышим. Но понимаем, что это не ухом слышится совершенно. И мы понимаем, что это обходит наше восприятие. В общем-то и получается, что воображение манипулирует этими непознаваемыми фантомами, которые сами служат основанием для познания в различных науках, в том числе в философии. Как ни странно, мы можем определить образ только апофатически, то есть отрицательно. Например, я могу сказать, что образ не есть предмет. Также я могу сказать, что образ не есть чисто отражение предмета. Все положительные определения образа не дают нам понимания того, что он на самом деле собой представляет. Тезис третий. Воображение тесно пересекается с другими процессами. И это тоже очень интересно, потому что нет воображения без всего остального. А как мы отделяем воображение от невоображения? Как мы отделяем воображение от памяти? Как мы отделяем воображение от восприятия? Как мы отделяем воображение от рассуждения? Это все непонятно. Как память, память, память. Что она делает? Как мы вспоминаем какое-то событие? Мы представляем образы, образы некоторых людей, мы представляем их слова, речи наши вместе с ними. Это все образы. Так воображение это делает или память? И почему память, когда мы запоминаем именно с привязкой каким-то образом, она работает лучше? Вся мнемоника на этом методе, в общем-то, строится. Может быть память и воображение это одно и то же, например? Нет ответа. Ммм, ну вот какое отношение к памяти имеет образы? Прямое. Это самое прямое отношение. Есть еще и мышление. Мышление отвечает за создание новых людей, идей, идей, простите, идей. Их комбинирование. У мышления есть фундаментальное отличие от памяти. Память универсальна, она есть у всех здоровых людей. Мышление же у большинства здоровых людей отсутствует. Его необходимо развивать, чтобы получить продуктивные результаты. Мышление обывателя и многих интеллектуалов полностью подменяется памятью, так как под мышлением они чаще всего понимают стандартные цепочки воспоминаний. Например, в голове современного ученого умещаются всевозможные факты. То есть, ну, книжные положения, с которыми он ознакомился в разных источниках. Чтобы думать, он помещает эти факты в такую же запомненную им логическую модель, или в модель, которая предлагает ему метод. В общем-то, в классической логике нет ничего больше памяти. Это не мышление само по себе в чистейшем виде. Тоже и с фактами. Они воспринимаются, вычитываются и запоминаются, а после в запомненном виде используются в процессе ложного мышления. Ложным мышлением следует называть потому, что мы неверно определяем его статус. Оно на самом деле не мышление, а лишь гибкое использование ресурсов памяти. Но есть и другое мышление, оно кардинально отлично от того мышления, которое мы разбираем. Мы не можем назвать вот это ложное мышление, и мышление продуктивное, философское, так скажем. Одним и тем же словом. Это абсолютно разные вещи. Ну так вот, и это мышление обычно не свойственно большинству людей. Оно способно создавать некоторые мыслительные конструкции, то есть идеи из невытия. Но вот не было идеи, идея появилась. Не было такой комбинации взглядов, и вдруг она возникла. Все это требует чего-то значительного большего, чем просто память. И следует называть это продуктивным мышлением, либо просто мышлением. Так как описанное мной выше репродуктивное мышление основывается прежде всего на памяти. Получается, помимо воображения, у нас есть еще как минимум несколько способностей, восприятие, мышление, память и так далее. И функции этих способностей нередко пересекаются. Я бы даже сказал, что мы не можем отличить одну способность от другой в большинстве случаев. И воображение в этой схеме может являться своеобразной абстракцией. И не только воображение, сама память, как абстракция выступает. И не только память, и даже восприятие, и мышление. Все это сами по себе абстракции. Впрочем, не стоит забывать о том, что так называемые способности человека – это скорее некая условность, каждая из которых вмещает в себя ряд псевдофункций. А наименование способностей и их функционал скорее взяты из религиозно-философских традиций. И вместо одной условности мы можем использовать другие. Тезис четвертый. Есть возможность выделить еще две условные способности на базе уже существующих. Это способности репродуцировать и продуцировать. На мой взгляд, эти способности более реальные, и у них имеется точное разделение функционала. То есть мы понимаем, что такое репродуцировать, и мы понимаем, что такое продуцировать. Продуцировать – создать что-то новое, а репродуцировать – повторить что-то старое. Все. Здесь все очень четко и очень понятно. Я думаю, что имеет смысл говорить не о воображении, памяти, восприятии и прочих способностях, которые выделялись ранее. Я полагаю, что нам, людям исследующим творчество и стремящимся создать что-то новое, следует ограничиться двумя способностями, которые касаются самой сути разбираемого нами вопроса. Это способности продуцировать и репродуцировать. Мне думается, что это основные способности человеческого сознания. Когда мы касаемся воображения, то мы можем разделить его на продуктивные и репродуктивные аспекты. Но то же самое мы можем сказать о мышлении, памяти и даже восприятии. Во время восприятия или воспоминаний человек многое добавляет. То есть, отчасти продуцирует. И мы можем кое-какими методами все-таки оценить вот эту вот продуцируемость или репродуцируемость. Проще говоря, у нас есть ряд атрибутов, которые повторяются во всех условных способностях человека, где-то в большей, а где-то в меньшей степени. С тем же успехом мы можем выделить две способности, разделив их на соответствующие атрибуты. Ну, допустим, у репродуцируемости и репродуцируемости есть атрибуты воспоминания, атрибуты восприятия, атрибуты мышления и атрибуты создания образов. В чем проблема? Под способностью репродуцировать понимается способность повторять или отражать те или иные явления внутреннего и внешнего мира. Репродуцирование преобладает восприятие и памяти, так как без него эти атрибуты существовать не могут. Продуцирование же, наоборот, это способность создания чего-то нового. Эта способность качественно отличается от репродуцирования. И следует заметить, что она не преобладает воображение как таковом. А мышление, являющееся в корне продуктивной силой, как было показано выше, в чистом виде не свойственно подавляющему большинству людей. Это, скорее, крайнее исключение. Впрочем, нельзя сказать о том, что продуцирование часто проявляется в частных ситуациях. Люди додумают воспоминания и восприятия, а также иногда спонтанно создают новые образы. Впрочем, продуцирование представлено в человеческой жизни куда меньше, чем репродуцирование, а развитие продуктивных способностей и так вообще удел меньшинства, даже среди известных интеллектуалов и творцов. Кстати, вот я и разбирал работы в других видео своих известных интеллектуалов и творцов якобы. И продуктивное мышление, и продуктивные способности им совершенно не свойственны. И это плохо. Для творчества, для той сферы, которая как раз нуждается в этом. В контексте темы воображения, репродуцирование отвечает за повторение образов, которые мы встречали в действительности, мифах, искусстве, науке и философии. Соответственно, продуцирование позволяет нам создавать новые образы. Тезис номер пять. Память активно используется не только репродуктивным воображением и способностью репродуцировать, но и воображением продуктивным и способностью продуцировать. Ну, в общем-то, тезис довольно простой и очевидный. Значительная часть воспоминаний со временем изменяется, добавляются, убавляются детали. Работает ли это воображение, может быть, в памяти? Или что-то вроде продуцирования? Ну, непонятно, в общем-то. Мы и не понимаем, что здесь работает. Почему? Почему, когда мы воспоминаем, работают какие-то другие механизмы, кроме памяти? Мы же выделяем память как отдельную способность. Отдельная ли она? Интересно. И почему у нее имеются такие дефекты? Может, это дефекты памяти? Мы можем систему сознания нашего изобразить вообще как угодно, получается. И память, конечно, по определению, репродуктивна. Но почему, когда мы думаем, что вспоминаем, мы вносим туда продуктивные элементы? Почему, когда думаем, что мы что-то вспомнили, мы придумали при этом что-то новое, на самом деле, отчасти. Но думаем, что это наше воспоминание. Как это вообще работает? Это крайне интересные вопросы, и философия воображения с ними взаимодействует. Допустим, произошло преступление. У нас собралось... Ну, по-моему, следователи об этом тоже знают, что свидетели не помнят все, что произошло досконально. Это не самый надежный источник информации. У нас собралось множество свидетелей. Каждый по-своему опишет преступника, жертву и само событие. Некоторые даже могут придумать реплики, которые говорили преступники или жертва. Опыты, кстати, проводились по вот этому вот аспекту дады лекции. То есть, действительно, есть опыты, подтверждающие, что люди, видевшие одно и то же преступление, могут говорить совершенно разные вещи по поводу него. Да уж. Физис шестой. Мышление. Если это мышление продуктивное, а иным оно быть не может, апеллирует к продуктивному воображению и способности продуцировать. Ранее было заявлено, что мышление преимущественно продуктивная способность. Однако следует заметить, что мышление не только используется людьми крайне редко, но и может в некоторых случаях включать в себя репродуктивные элементы. Например, один из подходов к мышлению, комбинаторный или эклектический. Вот этот подход, он позволяет людям одновременно создавать новое учение, но при этом на базисе запомненных идей. Например, можем посмотреть на учение Платона. Платоническое учение. Это эклектическое учение. Трудно сказать, что Платон там что-то сам в большом количестве придумал. С одной стороны, диалектика Сократа. У него взял он ее у Сократа. Потом теория чисел. Теорию чисел это Пифагорин. Потом он еще что-то там взял. Теорию идей, может быть, сам правда придумал. Но трудно сказать. Но в любом случае Платон теорию стихий тоже поместил в свое вот это вот учение. И получилась огромная-огромная сложная система, которая на самом деле является эклектической. И большую часть элементов этой системы сам Платон не придумывал. Он просто совместил уже имеющиеся в Греции элементы. Тем же методом действует Аристотель, например. Продолжаем. Собственно, поэтому, кстати, я работаю над иерархией мыслительных процессов по степени их продуктивности. У нас есть шесть порядков. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый и пятый. Ну, я вам уже об этом рассказывал в других видео про порядки. Это уровни сознания в том числе. Но давайте еще раз повторим. Самой непродуктивной в сфере, в которой мы разбираем, являются безумцы. Безумцы это люди умственно отсталые, которые с трудом формулируют мысли и не могут даже запоминать чужие идеи. Это патологический порядок, который я называю пятым. К четвертому порядку принадлежат адепты тех или иных учений или взглядов. Это люди, лишенные продуктивного мышления практически полностью. Их основная задача запоминать содержание учения и транслировать его. Собственно, это большинство религиозных людей, любителей философии в том числе, фанатов искусства и даже сайентистов и ученых, которые принадлежат к этому порядку. Следует заметить, что этот порядок крайне важен для больших систем. Без адептов не будет самой системы. Без адептов не может построиться большая система, в которой люди друг с другом взаимодействуют. Не может быть никакой науки, никакой техники. Ничего не может быть без адептов, которые искренне верят, что все это будет работать и надо всему этому позитивно способствовать и стараться развивать. То, что люди говорят про скептицизм внутри своих сферах, все ученые скептики и прочая фигня, это все бред. Причем адептам быть неплохо. Как раз люди, которые говорят, что они скептики, что мы ученые, мы скептики, или все ученые скептики, такие вещи говорят. Это люди, которые думают, что быть адептом плохо. На самом деле неплохо. У них есть свои важные функции, но если мы оцениваем мышление с помощью критерия продуктивности, то они располагаются, вот эти вот люди, на низших ступенях. Именно по критерию продуктивности. Это не значит, что это люди просто низшие сорты или что-то вроде того. Просто по одному критерию они очень сильно уступают. Их большинство подавляющее. Они относятся к четвертому порядку, конечно же. К третьему порядку я отношу исследователей-частников. Это те люди, которые исповедуют те или иные системы взглядов или учений, но при этом могут дорабатывать их в той или иной степени. В одной или нескольких частных областях. Ярким примером частников являются лучшие ученые, которые помимо исследования уже существующим научным сферам создают новые отрасли исследований и вносят некоторые изменения, чаще всего очень большие, в старые. Ну, например, Эйнштейна я считаю вот таким вот прекрасным частником. Он сотворил такую теорию, которая перевернула его науку. Правда, Эйнштейн не отрицал науку, научный метод, не отрицал научную философию и очень много-много-много всего остального он не отрицал. Он как будто бы продолжал свои исследования по вот этой тенденции, но сделал большой прорыв. Так работают все, все-все великие частые ученые. То же самое можно сказать про всевозможных платоников, буддистов, картезианцев, которые занимаются радикальной доработкой учения создателей. Причем эта доработка должна быть действительно существенной, чтобы человек перестал быть адептом. То есть он действительно должен проявлять творческие способности. Пусть эти творческие способности обусловлены определенной системой. Частные исследователи нужны для того, чтобы учение развивалось, захватывало новые сферы и отвечало на аргументы оппонентов, ряд из которых мог бы потребовать такой кардинальной доработки. Второй порядок мышления это порядок эклектики. Эклектика в данном случае это такое мышление, которое позволяет из разнородных элементов собирать новые взгляды и учения. Люди с таким мышлением нередко называются философами. Многие великие мыслители, например Платон, Аристотель, Фома, Аквинский, Марти и так далее, как раз известны своей сложной эклектической работой. Почему эклектика на порядок выше частных исследований? Дело в том, что главное условие частных исследований заключается в сохранении ядра своего учения. Это не качественное новаторство, а количественное. Эклектика же позволяет собрать совершенно новое учение, то есть совершенно новый взгляд на мир, со своими определенными законами, со своими взаимодействиями, вообще абсолютно уникальное, но на элементах, которые существовали до этого. Да, это действительно интересно, это важно. Кроме того, для скрепления элементов разных учений необходимо проявлять определенную смекалку и чаще всего колоссальную. Первый порядок мышления заслуженно занимает такое мышление, которое позволяет создавать новые идеи из небытия. Ну то есть то, что комбинируется уже на эклектическом уровне, вот то создается уже на первом порядке. И здесь имеется четкая логическая структура. Сначала, чтобы идея могла быть перемешана с другими идеями, скомбинирована, нужно ее создать. Кто создает идеи? Ну у нас несколько вариантов там. Бог, общество или человек. Бог и общество, ну скорее всего нет. Даже если, ну просто скорее всего нет. Очень идеалистические подходы оба. И скорее всего даже при наличии какого-то воздействия и общества, и Бога, все равно мы должны допускать, что некоторые, ну элементальные идеи все-таки создает человек. То есть первые идеи создавал человек. Это, по-моему, очень даже очевидно, потому что если у нас есть большое количество идей, большое количество элементов, кто-то их когда-то создал. И самое, 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 самое явное, самый явный ответ на этот вопрос, его создал человек. Тот или иной, те или иные люди, в общем-то, создавали те или иные элементы. Просто мы не всегда можем отследить историческую, в общем-то, историческую цепочку передатчиков той или иной идеи. Поэтому иногда кажется, что в обществе существовали такие идеи задолго до того, как они были восприняты уже нами. Так вот, этот порядок создает те самые элементы, которые комбинировались на уровне эклектики. Данное мышление было свойственно некоторым философам. В частности, да, сократикам. Да, сократикам оно было свойственно в большей степени, чем уже последователям Сократа и так далее. В общем, да. Сейчас еще раз проясним данную иерархию по признаку продуктивности. Дело в том, что первый порядок, порядок созидающий, не может быть ниже второго порядка, порядка эклектического. Это мы уже тоже прояснили с вами. Ну и то же самое. Третий порядок, который с адептами, ой нет, не с адептами, а с частниками, он не может быть выше первичней первого и второго. Потому что первый и второй, они создают учения, а третий работает с учением, а адепты уже вообще сами по себе там верят в то, что им дано. Тезис седьмой. Невозможно продуктивно воображать, если не можешь мыслить продуктивно. Тут просто связка продуктивно и продуктивно. Чтобы продуцировать, нужно уметь продуцировать. Неважно в какой степени, в какой сфере ты это делаешь. Да, дело в том, что мышление и воображение типа тесно связаны. Мы на самом деле сказали, что и мышление и воображение скорее всего не существуют. Но вот здесь они просто связаны тем, что есть в них некая продуктивность, продуцирование. И поэтому создание новых идей требует новых образов. А новые образы требуют новых идей. Это как бы еще одно, еще один важный аспект, важный момент. То есть мышление и воображение, они друг друга взаимодополняют настолько, что невозможно себе представить новую идею без нового образа. А новый образ качественно новый, без новой идеи. Из этого я делаю вывод, что невозможно продуктивно воображать, если не можешь продуктивно мыслить. Тезис восьмой. Для развития творческих способностей необходимо заниматься философией. Да, забавный тезис на самом деле, но он крайне практический. Дело в том, что та сфера, в которой продуктивность проявляется больше всего, это не искусство, это философия. Именно философы занимаются созданием чего-то качественно нового. Они создают новые учения, новые основания для новых культур, чего они только, в общем-то, делают. Новые политические режимы. Именно с философии начинается продуктивность, так скажем, в нашем мире. А наша основная цель, в общем-то, чтобы стать творческими людьми, нам нужно стать философами прежде всего. А уже потом, а уже потом можно пытаться заниматься искусствами какими-то и претендовать на новизну. Давайте заметим, что Гомер, Гёте, Дали и многие другие известные деятели искусства, они были в том числе мыслителями. Они создали определенные взгляды на мир, которые отличались от окружающих взглядов. И это придало их работам интеллектуальную новизну. И не только интеллектуальную, но и вообще они создали очень-очень своеобразные вещи. Особенно Дали в 20 веке показал нам класс, так скажем. Также заметим, что философия создает эстетические и этические положения. Все это нужно для творческого человека. Но с другой стороны вопрос, как? Как стать философом? Как стать философом? Что нужно сделать для того, чтобы стать философом? И это самое сложное. По сути методов определенных каких-то нет. Если у вас нет изначально мыслительных способностей, тех, которые нужны философу, вы не можете порождать что-то новое сами по себе. Ну, может быть, следует попробовать ознакомиться с текстами по философии, зачитать всю историю философии, но это тоже нечасто помогает. Вообще, многие такие вот основания мышления, они закладываются с детства. Их либо перебивают взрослые у детей, либо они сохраняются на всю жизнь. И с этим тоже нужно как-то иметь дело. Давайте отметим еще и то, что величайшие же деятели искусства по степени продуктивности крайне редко выходят за пределы порядка частного творца. Ну, то есть, это тоже все очень очевидно. Это видно по той схеме, которую мы рассматривали выше. Вообще, прошлой эпохи в искусстве, кстати, до 20 века искусство было довольно-таки фригидным. Оно было довольно-таки пассивным и репродуктивным. Продуктивное мышление в искусстве, оно появилось в 20 веке. Активно начало развиваться в 20 веке только. И это тоже печально. Конец 19-го тоже, конечно, стоит включить. Но вот 20 век это пик. Пик развития творчества в искусстве. В итоге я вижу, что творчество и мышление не могут существовать друг без друга. Все высшие проявления творчества связаны с высшими проявлениями мышления. Именно поэтому моя главная рекомендация – учитесь мыслить. Оценивайте человеческую мысль как творчество, тогда вам откроются новые творческие горизонты. Да, очень хороший совет, который выполнить довольно-таки трудно, между прочим. Но в любом случае пытаться стоит. Большинство писателей, большинство поэтов, большинство творцов современных не пытаются это сделать, даже в принципе, и выступают против любой философии, против любого мышления, против любого осмысления, кроме того, которое они уже когда-то задубрили и выучили. Это не творческий подход, между прочим. Это абсолютно антитворческий подход. И вот такие люди, они как раз уничтожают творчество, уничтожают возникновение чего-то нового, они мешают. Они просто мешают. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok